Друзья, рад приветствовать вас снова на своем канале. Итак, у нас новое видео набралось. Хотелось бы разобрать обращение септаккордов. Довольно красивая штучка, потому что в этом обращении будет присутствовать секунда. Для тех, кто помнит предыдущие уроки по септаккордам, собственно говоря, там была одна из аппликатур. Там рассматривался у нас, по-моему, соль мэйч, наверное. У нас бралась аппликатура в виде вот такой. То есть это у нас си, фа, соль и ре. Довольно красивая звучит. На основе этой аппликатуры мы как раз будем с вами делать гармонизацию по гамме, по до мажорной. Поэтому пойдем мы не от соль, а от до. То есть у нас вот такая, например, форма аккорда до мэйч си. То есть берем, просто зажимаем на третьем ладу пятую струну и на втором ладу четвертую. То есть у нас получились ноты до ми, соль, си. Ну и нота ми дублируется. Вот, как бы, здесь самая открытая позиция, какую можно взять на гитаре. Вот. А теперь мы пойдем от нашего обращения. То есть мы пойдем, чтобы вам легче было ориентироваться, от терции этого аккорда. То есть если тоника была до, то терция будет ми. И отсюда мы строим вот такую штучечку. Здесь порядок нот будет у нас ми, си, до, соль. То есть вот для ориентира. Отлично. Далее у нас в тональстве до мажор идет ре минор. То есть берем нашу позицию ре минора. Она у нас вот такая. И строим обращение также от терции. У нас идет фа, до, ре, ля. То есть вот такая штучка. Теперь вместе. Красиво. Больше ли ре, у нас идет ми минор. Это у нас от седьмого лада. Ну, так как это тоже минор, как и ре, то мы сдвигаем просто позицию. Получается, с пятого лада мы берем соль, ре, ми, си. Все вместе. Дом, эйч. Ре минор. Ми минор. А после пойдет фа, мэйч. Вот такая позиция, например. Как у нас была до мэйч. Такая же фа. Чтобы легче ориентироваться было. И от ноты ля мы строим такую же штуку. Фигурку, как мы строили на до мэйч. Только строим ее от ля. Получаем ля ми фа до. Далее у нас идет доминансовый аккорд, пятая ступень. Это G7. По позиции этих аккордов я оставлю вам ссылочку наверху в рекомендациях справа. Также строим отерции. Соль. Это си у нас получается. Нотки у нас си, фа, соль, ре. Получается. То есть, в принципе, от фигуры этого аккорда все остается. Только добавляем просто нотку ре. Получается, переносим. Вот. Оп. Здесь вот так было. А здесь просто небольшой перенос у нас идет пальцев. Отлично. Построили с вами. G7. Это аккорд у нас. После G7 идет АМ7. Берем такую же стандартную позицию, как мы брали. АМ7. И также от терции нота до. Строим до. Соль. Ля. Ми. Это у нас десятый лад. Далее, после этого, идет у нас полуменьшенный аккорд от ноты си. То есть си четырнадцатый лад. Берем вот эту аппликатуру, которая у нас с растяжкой. Здесь у нас четырнадцатый, двенадцатый, десятый баррэ. Си, ре, фа, ля. И здесь мы уже строим также от терции, от ноты ре, фигурку. То есть, такую мы еще не строили с вами. А это ре, ля, си, фа обращение. Наверное, удобнее брать вот этими двумя пальцами, первым и третьим. Потом баррэ класть. И нотку фа зажимать на тринадцатом ладу. То есть там получили вот наш полумешонка. И вот наша полумешонка. И после полумешонки, это у нас, получается, седьмая ступень, мы выходим опять на тонику. То есть берем наш до мэйч, который мы брали вот здесь вот, через октаву. Вот теперь переносим его сюда, на октаву выше. Ну и также от терции построим нашу фигурку, которая была изначально. Ну, теперь повторим заново. То есть у нас есть до, есть обращение. Есть ре, есть обращение. Ми, обращение. Фа, обращение. Соль. Обращение. Ля. Обращение. Си. Обращение. И до. Обращение от него. Вот, получилась такая красивая штучечка, в принципе. Ну, надеюсь, вам пригодится это для разнообразия вашей игры. Собственно говоря, довольно красивые композиции можно создавать и заменяя простые стандартные аппликатуры септаккордов на более интересные. Ну, а с вами был Андрей Славьев. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...